Рикки-тики весь дрожал от ярости и ненависти, но вот из желоба показалась голова Нага, а потом и пять футов его холодного тела. Как ни был рассержен Рикки-тики, но увидав размер громадной кобры, он почувствовал страх. Наг свернулся, поднял свою голову и посмотрел в темную ванную комнату. Рикки заметил, что его глаза блестят. — Если я убью его здесь, это узнает Нагена. Кроме того, если я буду биться с ним посреди пола, вся выгода окажется на его стороне. Что мне делать? — подумал Рикки-тики-тави. Наг извивался в разные стороны, и скоро мангус услышал, что он пьет из самого большого водяного кувшина, которым обыкновенно наполняли ванну. — Вот что, — сказал Наг, — большой человек убил карот палкой. Может быть, эта палка все еще у него, но утром он придет купаться без нее. — Я дождусь его здесь, Нагена. — Ты слышишь? Я до утра буду ждать здесь, в холодке. Снаружи не послышалось ответа. И Рикки-тики понял, что Нагена уползла. Наг принялся укладываться в большой кувшин, обвивая кольцами своего тела выпуклость на его дне. А Рикки-тики сидел тихо, как смерть. Прошел час. Мангус, медленно напрягая одну мышцу за другой, двинулся к кувшину. Наг спал, и, глядя на его широкую спину, Рикки спрашивал себя, в каком месте лучше всего схватить кобру зубами. — Если при первом же прыжке я не переломлю ему хребта, — подумал Рикки, — он будет биться, а борьба с Нагом — о, Рикки! Он измерил взглядом толщину змеиной шеи, но она была слишком широка для него. Укусив же кобру подле хвоста, он только привел бы ее в бешенство. — Лучше всего вцепиться в голову, — мысленно сказал он себе наконец. — В голову повыше капюшона. Впустив же в Нага зубы, я не должен разжимать их. Он прыгнул. Голова змеи слегка выдавалась из водяного кувшина и лежала ниже его горлышка. Как только зубы Рикки сомкнулись, Мангус уперся спиной о выпуклость красного глиняного кувшина, чтобы удержать голову змеи. Это дало ему секунду выгоды, и он хорошо воспользовался ею. Но Наг тотчас же принялся трясти его, как собака трясет крысу, таскал его взад и вперед по полу, вскидывал, опускал, размахивал им, но глаза Мангуса горели красным огнем, и он не разжимал своих зубов. Змея волочила его по полу. Жестяной ковшик, мыльница, тельная щетка — все разлетелось в разные стороны. Рикки ударился о цинковую стенку ванны и сильнее сжимал свои челюсти. Рикки ради чести своей семьи желал, чтобы его нашли с сомкнутыми зубами. Голова у него кружилась. Вдруг раздалось что-то вроде громового удара. Ему представилось, будто он разлетается на куски. Горячий воздух обдал его, и он лишился чувств. Красный огонь опалил его шерстку. Шум разбудил большого человека, и он выстрелил из обоих стволов своего ружья в голову Нага выше расширения шеи кобры. Рикки-тики не открывал глаз. Он был вполне уверен, что его убили. Но змеиная голова не двигалась, и, подняв зверька, англичанин сказал, — Это опять мангус, Элис. Малыш спас теперь наши жизни. Пришла мать Тедди, совсем бледная, посмотрела и увидела то, что осталось от Нага. Между тем Рикки-тики проковылял в спальню Тедди, и половину оставшейся ночи тихонько обследовал себя, чтобы узнать, действительно ли, как ему казалось, его кости переломаны в сорока местах. Утром он почувствовал утомление во всем теле, но был очень доволен тем, что ему удалось совершить. Теперь мне следует разделаться с Нагеной, хотя она будет опаснее пяти Нагов. Кроме того, никто не знает, когда лопнут яйца, о которых она упоминала. Да-да, я должен поговорить с Дарси, — сказал себе мангус. Не дожидаясь завтрака, Рикки-тики побежал к терновому кусту, где Дарси во весь голос распевал торжествующую песню. Известие о смерти Нага разошлось по саду, потому что уборщик бросил его тело на кучу мусора. — Ах ты, глупый пучок перьев! — сердито сказал Рикки-тики. — Время ли теперь петь? — Наг умер, умер, умер! — пел Дарси. Храбрый Рикки-тики схватил его за голову и крепко сжал ее. Большой человек принес гремучую палку, и Наг распался на две части. Никогда больше не будет он поедать моих птенцов. — Все это верно, но где Нагена? — внимательно осматривая, спросил Рикки-тики. — Нагена приблизилась к отводному желобу ванной комнаты и позвала Нага, — продолжал Дарси. И Наг показался на конце палки, уборщик проколол его концом палки и бросил на мусорную кучу. — Вспоем же великого, красноглазого Рикки-тики! — Горлышко Дарси надулось, и он продолжал петь. — Если бы только я мог добраться до твоего гнезда, я вышвырнул бы оттуда всех твоих детей, — сказал Рикки-тики. — Ты не умеешь ничего делать в свое время. В твоем гнезде тебе не грозит опасность, но здесь, внизу, у меня идет война. Погоди петь минуту, Дарси. — Ради великого, ради прекрасного Рикки-тики я замолчу, — сказал Дарси. — Что тебе угодно, о победитель страшного Нага! — Где Нагена в третий раз спрашиваю тебя? — На мусорной груди подле конюшни она оплакивает Нага. — Великие Рикки-тики с белыми зубами! — Брось ты мои белые зубы! — Слышал ли ты, где ее яйца? — На ближайшем к ограде конце дынной гряды, там, куда почти целый день светит солнце. Несколько недель тому назад она зарыла их в этом месте. — А ты не подумал сказать мне о них? — Так значит, подле стены? — Но ты же не съешь ее яйца, Рикки-тики! — Не могу сказать, чтобы я собирался именно съесть их. Нет, Дарси. Если у тебя есть хоть капля ума в голове, лети к конюшне, притворись, будто у тебя сломано крыло, и пусть Нагена гонится за тобой вплоть до этого куста. Я должен пройти к дынной гряде, но если я побегу туда теперь, она заметит меня. Дарси был маленьким созданием с птичьим мозгом, в котором никогда не помещается больше одной мысли сразу. Только потому, что дети Нагена рождались в яйцах, как его собственные, ему показалось, что убивать их нечестно. Зато его жена была благоразумной птичкой и знала, что яйца кобры предвещают появление молодых кобр. И так она вылетела из гнезда, предоставив Дарси согревать птенцов и продолжать воспевать смерть Нага. В некоторых отношениях Дарси очень напоминал человека. Птичка стала перепархивать перед Нагеной подли кучи мусора, крича. — Ах, мое крыло сломано! Мальчик из дома бросил в меня камнем и перебил его. И она запорхала еще отчаяние прежнего. Нагена подняла голову и прошипела. — Ты предупредил Рикки-тики, когда я могла убить его. Поистине ты выбрала дурное место ковылять. И скользя по слою пыли, кобра двинулась к жене Дарси. — Мальчик камнем перебил мое крыло! — выкрикнула птица Дарси. — Ну, может быть, для тебя послужит утешением, если я скажу, что, когда ты умрешь, я сведу счеты с этим мальчиком. Теперь утро, и мой муж лежит на груди мусора, а раньше, чем наступит ночь, мальчик будет неподвижно лежать в доме. Зачем ты убегаешь? Я все равно тебя поймаю. Дурочка! Посмотри на меня! Но жена Дарси отлично знала, что этого делать не нужно, потому что, взглянув в глаза змеи, птица так пугается, что теряет способность двигаться. С грустным писком жена Дарси продолжала трепетать крыльями и убегать, не поднимаясь от земли. Нагена поползла быстрее. Рикки Тики услышал, что они двигаются по дорожке от конюшни, и помчался к ближайшему от ограды концу дынной гряды. Там на горячем удобрении и очень хитро скрытой между дынями лежали змеиные яйца, всего двадцать пять штук, размером вроде яиц бентамов, порода кур, но с беловатой кожистой оболочкой, а не в скорлупе. — Я не пришел раньше времени, — подумал Рикки. Сквозь кожистую оболочку он разглядел внутри яиц свернувшихся детенышей кобры, а ему было известно, что каждый, едва вылупившийся змееныш, может убить человека или мангуса. Он как можно быстрее надкусил верхушки яиц, не забыв старательно раздавить маленьких кобр. Время от времени мангус смотрел, не пропустил ли он хоть одного яйца. Вот осталось только три. И Рикки-тики стал уже посмеиваться про себя, как вдруг до него долетел крик жены Дарси. — Рикки-тики, я увела Нагену к дому. Она вползла на веранду. О, скорее, она хочет убивать. Рикки-тики раздавил два яйца, скатился с гряды и, захватив третье в рот, побежал к веранде, очень быстро перебирая ногами. Там за ранним завтраком сидели Тедди, его отец и мать. Но Рикки-тики сразу увидел, что они ничего не едят. Они не двигались, как каменные, и их лица побелели. На циновке подле стула Тедди лежала свернувшаяся Нагена, и ее голова была на таком расстоянии, что она ежеминутно могла укусить голую ножку мальчика. Кобра покачивалась взад и вперед и пела торжествующую песню. — Сын большого человека, убившего Нага, — шипела она. — Не двигайся, я еще не готова. Погоди немножко. Не двигайтесь все вы трое. Если вы пошевелитесь, я укушу. Если вы не пошевелитесь, я тоже укушу. О, глупые люди, которые убили моего Нага! Тедди не спускал глаз отца, а его отец мог только шептать. — Сиди неподвижно, Тедди. Ты не должен шевелиться, Тедди. Не шевелись. Рикки-тики поднялся на веранду. — Повернись, Нагена. Повернись и начни бой. — Все в свое время, — ответила кобра, не спуская глаз Тедди. — Я скоро сведу мои счеты с тобой. Смотри на своих друзей, Рикки-тики. Они не двигаются. Они совсем белые. Они боятся. Пошевелиться люди не смеют. И если ты сделаешь еще один шаг, я укушу. — Посмотри на твои яйца, — сказал Рикки-тики. — Там, на дынной гряде, подле ограды. Проползи туда и взгляни на них, Нагена. Большая змея сделала полоборота и увидела свое яйцо на веранде. — Ах, отдай мне его, — сказала она. Рикки-тики положил яйцо между передними лапами. Его глаза были красны, как кровь. — Сколько дают за змеиное яйцо? За молодую кобру? За молодую королевскую кобру? За последнюю? За самую последнюю из всего выводка. Там, на дынной гряде, муравьи поедают остальных. Нагена повернулась совсем. Она все забыла ради своего единственного яйца. И Рикки-тики увидел, что отец Тедди протянул свою большую руку, схватил Тедди за плечо, протащил его через маленький стол с чайными чашками, так что мальчик очутился в безопасности и в недосягаемости на гены. — Обманута! 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 — Рикки-тики-тики! — засмеялся Рикки-тики. Мальчик спасен, и это я, я, я ночью поймал Нага в ванной комнате. И мангус принялся прыгать на всех своих четырех лапах, сразу опустив голову к полу. — Наг кидал меня во все стороны, но не мог встряхнуть себя. Он умер раньше, чем большой человек разбил его на две части. Я сделал это. — Рикки-тики-тичка-тички! — Иди же, Нагена, скорее дерись со мной. Недолго будешь ты вдовой. Нагена поняла, что она потеряла удобный случай убить Тедди. К тому же ее яйцо лежало между лапками мангуса. — Отдай мне яйцо, Рикки-тики! Отдай мне последнее из моих яиц, и я уйду отсюда и никогда не вернусь! — сказала она, и ее шея сузилась. — Да, ты исчезнешь и никогда не вернешься, потому что отправишься на груду мусора, к Нагу. Дерись, вдова! Большой человек пошел за своим ружьем. Дерись! Глазки Рикки-тики походили на раскаленные угли, и он прыгал кругом Нагена, держась на таком расстоянии, чтобы она не могла укусить его. Нагена сжалась и сделала прыжок вперед. Рикки-тики подскочил в воздух и отпрянул от нее. Кобра кинулась снова, опять и опять. Ее голова каждый раз со стуком падала на маты веранды, и змея свертывалась, как часовая пружина. Наконец Рикки-тики стал, прыгая, описывать круги, в надежде очутиться позади змеи. И Нагена извивалась, стараясь держать свою голову против его головы, и шорох ее хвоста по циновке походил на шелест сухих листьев, которые гонит ветер. Мангус забыл о яйце. Оно все еще лежало на веранде, и Нагена приближалась и приближалась к нему. И вот в ту секунду, когда Рикки-тики приостановился, чтобы перевести дух, Кобра схватила свое яйцо в рот, повернулась к лестнице, спустилась с веранды и как стрела полетела по дорожке. Рикки-тики помчался за ней. Когда Кобра спасает свою жизнь, она двигается, как ремень бича, изгибами, падающие на шею лошади. Рикки-тики знал, что он должен поймать ее, так как в противном случае все начнется с изного. Нагена направлялась к высокой траве подле терновника. И, мчась вслед за нею, Рикки-тики услышал, что Дарси все еще распевает свою глупую триумфальную песенку. Жена Дарси была умнее своего мужа. Когда Нагена проносилась мимо ее гнезда, она вылетела из него и захлопала крыльями над головой кобры. Если бы Дарси помог своей подруге и Рикки, они могли бы заставить ее повернуться. Но теперь Нагена только сузила шею и скользнула дальше. Тем не менее короткая остановка дала возможность Рикки подбежать к ней ближе. И когда кобра опустилась в нору, составлявшую их жилище с Нагом, ее белые зубки схватили ее за хвост, и он вместе с ней спустился под землю, хотя очень немногие мангусы, даже самые умные и старые, решаются бросаться за змеей в ее дом. В норе было темно, и Рикки Тики не знал, что подземный ход может расшириться и дать возможность Нагене повернуться и укусить его. Он изо всех сил держался за ее хвост, расставляя свои маленькие ножки, чтобы они служили тормозом, упираясь в черный, горячий, влажный земляной откос. Трава близ входа в нору перестала качаться, и Дарси заметил, для Рикки Тики все окончено, мы должны спеть песню в честь его смерти. Отважный Рикки Тики умер. Конечно, Нагена убила его под землей. И он запел очень печальную песню, которую сложил вдохновленный данной минутой. Но как раз, когда певец дошел до самой ее трогательной части, трава снова зашевелилась и показался весь покрытый грязью Рикки Тики. Шаг за шагом, едва переступая ногами, он вышел из норы и облизнул свои усы. Дарси замолчал с легким восклицанием. Рикки Тики стряхнул со своей шерстки часть пыли и чихнул. — Все кончено, — сказал он. — Вдова никогда больше не выйдет наружу. Красные муравьи, которые живут между стеблями трав, услышали его замечание. Засуетились и один за другим отправились смотреть, правду ли, — сказал он. Рикки Тики свернулся в траве и заснул. Он спал до конца дня. В этот день мангус хорошо поработал. — Теперь, — проснувшись, проговорил зверек, — я вернусь в дом. Ты, Дарси, скажи о случившемся птице Меднику. Он же по всему саду разгласит о смерти Нагены. Медник-птичка — крик, который напоминает удары маленького молотка по медной чашке. Он кричит так потому, что служит глашатаем каждого сада в Индии и сообщает вести всем желающим слушать. Когда Рикки Тики двинулся по дорожке, он услышал его крик, обозначающий «внимание» и напоминающий звон крошечного обеденного гонга. После этого раздалось «Динг-донг-ток», «Наг умер», «Донг», «Нагена умерла», «Динг-донг-ток». И вот все птицы в саду запели. Все лягушки принялись квакать. Ведь Наг и Нагена поедали не только птичек, но и лягушек. Когда Рикки подошел к дому, к нему навстречу вышли Тедди, мать Тедди, она все еще была бледна, так как только что оправилась от обморока, и отец Тедди. Они чуть не плакали над «Мангусом». Вечером он ел все, что ему давали, пока мог есть, и улегся спать на плече Тедди. Когда же мать мальчика поздно ночью пришла взглянуть на своего сына, она увидела Рикки. «Он спас нам жизнь и спас Тедди», — сказала она своему мужу. «Только подумай. Он всех нас избавил от смерти». Рикки-тики внезапно проснулся. Мангусы спят очень чутким сном. «О, это вы», — сказал он, — «чего вы хлопочете? Все кобры убиты. А если бы и не так, я здесь». Рикки-тики мог гордиться. Однако он не слишком возгордился и охранял сад, как и подобало Мангусу, зубами и прыжками. И ни одна кобра не решалась больше показываться за садовой оградой.